Основы учения Христова Часть первая. Вера в Бога Отца. Верую в Бога Отца, Всемогущего Творца Неба и Земли. Бог Отец. Вера апостолов проявляется в трех ипостасях. Во-первых, апостолы верили в Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли. Бытие, глава первая, стих первый. Во-вторых, они признавали, что Иисус Христос, Сын Божий, даровал им прощение грехов. В-третьих, они верили, что Иисус Христос был рожден от Святого Духа. Мы также должны исповедовать веру в Бога Отца, Сына и Святого Духа, потому что вера наша такая же, какая была у апостолов. Для нас Бог Отец, так же как Сын и Святой Дух, являются Богом. Говоря о сущности Бога Отца, Сына и Святого Духа, следует сказать, что все они являются единым Богом, а наша вера в них единой верою. Например, поскольку Отец является всемогущим Богом, Сын Его также является всемогущим Богом. Иными словами, сущностью единого Бога являются три лица Святой Троицы. Соответственно, мы верим, что все три лица – Отец, Сын и Святой Дух – являются полностью и исключительно одним и тем же. Таким образом, чтобы заложить основание веры в Слово Божье, нам необходимо твердо держаться этого Слова Истины. Библейское подтверждение Первое. В Ветхом Завете Один. Ветхий Завет четко показывает, что Бог един. Слушай, Израиль. Господь – Бог наш. Господь един есть. Второзаконие. Глава шестая, стих четвертый. Два. В то же время Ветхий Завет однозначно говорит о том, что Бог существует в нескольких лицах. И сказал Бог. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бытие. Глава первая, стих двадцать шестой. Из этих стихов мы можем видеть, что Бог существует не в одном, а в нескольких лицах. Второе. В Новом Завете Отец, Сын и Святой Дух являются единым Богом для нас. Однако Господь существует в трех независимых лицах, и эта истина недвусмысленно раскрывается в Новом Завете. Один. То, что Отец, Сын и Святой Дух существуют в отдельных лицах, четко видно из крещения Иисуса, положившего начало Его служению. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И се глаз с небес глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Этот отрывок описывает крещение Иисуса Иоанном Крестителем, когда людям явился триединый Бог. Из Него мы также узнаем, что Иисус является Сыном Божьим, что Дух Святой действует с Ним, и что Отец объявил Его Сыном возлюбленным, в Котором его благоволение. В этих свидетельствах и проявляется триединый Бог. Иисус исполнил Божью праведность, потому что крещением Своим, полученным от Иоанна, Он взял на Себя все грехи мира. Именно поэтому Он должен был умереть на кресте за нас. И в этом заключается Божья праведность, которую Отец исполнил через Сына. То, что Иисус Его праведным крещением взял на Себя все грехи мира и является Божьей праведностью. И истина эта признается как Отцом, так и Святым Духом. Так, Отец, Сын и Святой Дух существуют в различных лицах, однако являются единым Богом для нас. 2. В Евангелии от Матфея, глава 28, стих 19, также говорится о том, что Отец, Сын и Святой Дух являются единым Богом, потому что Иисус заповедал ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», то есть во имя трех отдельных лиц Троицы. Отец, Сын и Святой Дух являются отдельными лицами, и в то же время они единое целое, поскольку все представляют единого Бога. Таким образом, веруя в Бога, мы верим в единого Бога как единую сущность, представленную в трех лицах. Бог-Отец, Сын и Святой Дух, как утверждает христианская вера, являются воплощением единого Бога, что и отличает Его от иных божеств. Некоторые религии полагают, что Иисус является только одним из пророков, но это не является истиной. Для нас Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Несмотря на то, что истина эта в полной мере подтверждается Библией, очень многие не понимают ее. Это происходит потому, что те, кто не знают о Евангелии воды и духа, стараются понять концепцию Святой Троицы своими человеческими разумом и логикой, которые не позволяют им сделать этого. Те, кто еще не родились свыше, не могут понять три единого Бога. Но для родившихся свыше Бог-Отец, Сын и Святой Дух являются единым Богом, в Которого мы абсолютно верим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok